Всем привет! Сегодня посмотрим на небольшое полезное устройство, которое выполняет две функции. Определяет пульс и определяет уровень насыщения кислородом крови. Продается на Алиэкспресс. На Алиэкспресс много подобных предложений. Стоит устройство недорого. Так что, если оно вас заинтересовало, то вы легко его можете найти на Алиэкспресс. И подобное ему устройство. В такой небольшой коробке поставляется. В коробке у нас в комплекте идет само устройство. Ремешок, который крепится на устройство. И инструкция на английском языке. Также продавец положил в комплект чехольчик, которым очень удобно данное устройство переносить. Вот такой чехольчик. Давайте поближе посмотрим на само устройство. По форме напоминает устройство прищепку. С нижней части находится отсек для батареек. Питается устройство двух мизинчиковых батареек. Одна кнопка имеется. Давайте посмотрим, как используется устройство. Открывается устройство, кладется палец и нажимается единственная кнопка. Происходит измерение. Вот, как видим, значение показывает 99 уровень насыщения кислородом и пульс 67-66. Значит, данное устройство я сравнивал с браслетом GearFind 2, который в состоянии покоя, по многим отзывам, показывает более-менее точное значение пульса. Так вот, значения отличались в плюс-минус 1-2, а 1-2 единицы, так что более-менее совпадают. Хотя GearFind 2 тоже, конечно, нельзя назвать медицинским прибором, но, тем не менее, в принципе, для использования в качестве пульсометра данное устройство вполне можно использовать. Вот такое вот устройство. Значит, что касается уровня насыщения кислородом в крови, я посмотрел в интернете информацию. В общем, нормальным значением считается от 95 до 99%. Если меньше 95, уже есть повод обратить внимание на свое здоровье, либо обратиться к врачу. Вот, что еще хотелось бы сказать. Данное устройство очень простое, удобное в использовании. Если для современной молодежи, возможно, оно покажется излишним, так как есть различные фитнес-браслеты, часы и тому подобное, которые теперь уже определяют пульс, то для пожилых людей, мне кажется, это наиболее оптимальный вариант. Потому что всего одна кнопка, использовать очень просто. Вот, поэтому даже в качестве подарка для своих пожилых родителей вполне неплохой вариант. Вот такое вот устройство. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за внимание. Всем пока.